Демилизирующие заболевания центральной нервной системы рассеянный склероз. Но рассеянный склероз наиболее часто встречающийся вид заболевания, которые относятся к группу демилинизирующих. Переводится на латынь склерозис диссеминанта, то есть по названию видно, что это множественный склероз. Это хроническое демилинизирующее заболевание, развивающееся вследствие воздействия внешнего патологического фактора на генетически предрасположенный организм. При этом заболевании наблюдается многоочелковое поражение белого вещества центральной нервной системы и реже периферического отдела нервной системы. По МКБ-10 шифр ЖИ-35. Довольно распространенное заболевание. И по распространенности территории распределяют на три зоны риска. Зона высокого риска, когда встречаются более 30 случаев на 100 тысяч населения. Зона среднего риска от 5 до 29 случаев. И зона низкого риска это менее 5 случаев. В России где-то в среднем 20-70 случаев, то есть это зона среднего риска. Казахстан также относится к зоне среднего риска. Что интересно, что в странах с теплым климатом, в частности в Таджикистане практически, не выявлено случаев рассеянного склероза. На карте показано, что территория России, север Казахстана, это зона среднего риска. Северная Америка, Прибалтика, это зона высокого риска. Ну и страны с теплым климатом, это Юго-Восточная Азия, Африка, это зона низкого риска. В патогенезе рассеянного склероза имеет значение демиеленизация миелиновой оболочки. Мелиновая оболочка, как вы помните, покрывает осевой цилиндр нервных волокон. И вот при разрушении этой оболочки возникает симптоматика, характерная для рассеянного склероза. При наличии генетической предрасположенности и неполноценности системы иммунитета, экзогенный фактор или аген, проникает через гематоэнцефорический барьер в центральную нервную систему, тем самым вызывает процесс дезинтеграции миелина. Развивающаяся при этом аутоаллергическая реакция антигена-атидела приводит не только к разрушению миелина, но и к воспалительным, сосудистым, пролиферативным процессам в мезинхимальной ткани, в ткани гли и формируются бляшки рассеянного склероза. То есть клетки гли переходят в клетки склеротические, тем самым образуются вот эти множественные склеротические бляшки. В клинике рассеянного склероза можно подразделить несколько вариантов течения. Это в первую очередь чаще всего поражаются пирамидные пути, могут поражаться функции мозжечка, могут проявляться изменения со стороны иннервации черепно-мозговых нервов, нарушения чувствительности, нарушения функции тазовых органов, нарушения зрительной функции, нейропсихологические симптомы. К пирамидным симптомам, если вы помните, это относятся двигательные нарушения, то есть развитие различных видов порезов, параличей, геми, моно, пара или тетропорезы. Поражение мозжечка влечет за собой появление симптомов дискоординации, развивается интенсионный тремор, различные виды атаксии. Поражение черепно-мозговых нервов может вызывать бульбарные симптомы, псевдобульбарные симптомы, глазодвигательные нарушения, нарушения со стороны лицевого нерва, тройничного нерва. Поражение чувствительной системы может вызывать болевой синдром по ходу нервных стволов, по ходу позвоночника, различные проявления, которые мы называем парастезией, то есть чувство покалывания, чувство ползания мурашек, дизостезии, снижение болевой температурной чувствительности. Очень часто поражаются функции тазовых органов, может быть недержание мочи, может быть наоборот нарушение мочеиспускания по типу задержки мочеиспускания. Вот одним из первых симптомов очень часто может проявляться это со стороны нарушения зрительных нервов, то есть нарушается цветовосприятие, нарушается четкость изображения, может быть снижение остроты зрения на один или на оба глаза, вплоть до полной слепоты. Нейропсихологические симптомы также характерны для данного заболевания, это различные нарушения со стороны эмоционально-волевой сферы, то есть снижение настроения, депрессивные какие-то состояния, эйфорические состояния, нарушения поведенческие, аффективные нарушения. Это тоже все характерно для рассеянного склероза. Вот на этой картинке видно, что начиная с телепно-мозговых нервов и вплоть до поражения периферических отделов нервной системы может вовлекать данный патологический процесс. Основные симптомы комплексы чаще всего встречаются триадоша. То есть это три симптома. Нистагом, интенционный тремор и скандированная речь. Реже встречается пентада марбурга. Это нестагом, интенционный тремор, скандированная речь и плюс изменение со стороны зрительного нерва и угасание брюшных рефлексов. Триадошейнбергой Маркова встречается реже. Каковы варианты течения рассеянного склероза? Как любое хроническое заболевание, рассеянный склероз может протекать периодами обострения и периодами ремиссии. На первом слайде вы видите первично прогрессирующее течение. То есть когда первые симптомы появляются и затем постепенно идет нарастание этих симптомов, добавляются новые симптомы. Процесс постоянно прогрессирует, состояние ухудшается. Прогноз неблагоприятный. Второй слайд. Ремитирующий рецидивирующий рассеянный склероз. Когда периоды обострения переходят в периоды ремиссии. Это более-менее благоприятное течение. Далее. Первично прогрессирующее, вторично прогрессирующее течение. Когда вначале идет процесс как эсцидивирующее течение, а далее уже переходит в неуклонно возрастающее прогрессирование заболевания, ухудшение симптомов. И последний слайд. Это первично прогрессирующее течение, когда постепенно идет прогрессирование всех симптомов. И чередуются эти прогрессирования с периодами ремиссии. В последнее время стали выделять еще один вид течения рассеянного склероза. Это клинически изолированный синдром. Когда впервые появляется симптом данного заболевания, и он ограничен какой-то отдельной пораженной системой. Например, ретро-вульбарный неврит. То есть выражается зрение с одной стороны. Или неврология тройничного нерва. То есть симптоматика ограничена только болевыми проявлениями в области лица. Или симптом лермиттов. Это такие боли стреляющего характера, которые идут вдоль позвоночника. То есть какой-то один из этих симптомов может только иметь место. И тогда мы говорим о клинически изолированном синдроме. Диагноз рассеянного склероза, кроме клинических проявлений, обязательно подтверждается с помощью дополнительных методов исследования. И вот ключевым методом таким является магнитно-резонансная томография головного мозга. К дополнительным методам также можно отнести исследование спинно-мозговой жидкости, протонно-магнитно-резонансный спектр скопии, ну и суперпозиционный электромагнитный сканер, который, к сожалению, есть не во всех городах нашей страны. Вот таким образом метод магнитно-резонансной томографии является наиболее ценным и наиболее достоверным для уточнения, для постановки окончательного диагноза рассеянного склероза. И практически в 99, почти в 100% случаях диагноз подтверждается этим методом. Очаги, которые мы видим на МРТ-снимках, чаще всего располагаются перевентрикулярно, то есть по бокам и боковых желудочках, чаще всего определяются в области мозолистого тела, в белом веществе головного мозга, в области мозжечка. И вот вы на рисунке видите, на лимбинологическом снимке МРТ, вы видите характерные склеротические бляшки, которые располагаются перевентрикулярно, в области мозолистого тела, в области мозжечка, в области затылочных долей, то есть рассеянная такая вот локализация этих патологических склеротических изменений. И по критериям рентгенологическим, вернее по критериям МРТ, очаги могут быть старыми, могут быть новыми, то есть новые воспалительные очаги могут появляться в процессе развития заболевания. Поэтому мы этот метод исследования обязательно проводим с помощью контрастирования, для того, чтобы выявить новые очаги воспалительного характера. Макдональд впервые описал и разработал диагностические критерии рассеянного склероза с учетом данных МРТ. И вот по этим критериям постановки диагноза, диагноз достоверен, если имеются две и более клинические атаки рассеянного склероза, имеются объективные неврологические симптомы, более двух, и есть анамнестические указания на предыдущее обострение. И вот этого достаточно для окончательного диагноза рассеянного склероза. Исследование спинномозговой жидкости, как я уже говорила, также можно проводить, но этот метод не является специфическим для постановки данного заболевания. Его мы проводим для исключения некоторых других заболеваний, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику. Вот с какими заболеваниями проводится обычная дифференциальная диагностика рассеянного склероза? В первую очередь это опухоли головного и спинного мозга. Это острые инсульты головного и спинного мозга. Это острые энцефаломиелиты, гепатоцеребральные дистрофии, различные воскулиты, острый рассеянный энцефаломиелит, оптикомиелит Девика, истерические состояния, миостынея, то есть довольно-таки широкие заболевания, которые мы должны исключать при постановке диагноза рассеянный склероз. Лечение рассеянного склероза необходимо начинать, желательно, в самые ранние сроки постановки диагноза, потому что это обусловливает, естественно, большая вероятность благоприятного прогноза и длительности ремиссии. И вот по последним протоколам диагностики лечения рассеянного склероза основным методом лечения является пульс-терапия метилпреднизолона. Кроме того, применяется, также он имеется в протоколах, это плазмаферез. Для торможения, прогрессирования рассеянного склероза применяют препараты, изменяющие течение рассеянного склероза, так называемые группа Питерс, препараты Питерс. Что сюда относится? Сюда относится бета-интерферон, это группа препаратов, которые оказывают противовоспалительное, иммуномодулирующее, а также противовирусное действие. Это рибиф, это бета-ферон, это капоксон, это препараты первой линии. Препараты второй линии, это препараты цитостатики, в частности метоксантрон, а также препарат, который относится к моноклональным антителам, это лисумал. Данная группа препаратов, то есть препараты Питерс, уменьшают количество и выраженность обострений, удлиняют период ремиссии, замедляют прогрессирование патологического процесса. Кроме этих методов лечения существуют, и я бы сказала, более современные методы, это аутологичная трансплантация стволовых клеток. Однако эта методика еще находится на стадии разработки, окончательного внедрения, широкого такого внедрения в практику не получила. Но тем не менее эти методы есть, и вы должны об этом знать. Вот наиболее часто применяющиеся, у нас в Казахстане эти методы не применяют, применяют за границей, в ближнем зарубежье, в России. А вот это трансплантация стволовых клеток, когда проводится пересадка стволовых клеток самого пациента. Кроме этих методов существуют еще препараты, которые мы называем, относим к симптоматическим методам лечения. То есть те препараты, которые лечат какой-то симптом при данном заболевании, в данном случае рассеянном склерозе. При нарушении чувствительности назначаются витамины группы В, препараты антиэпилептического ряда, карбамазепин, фенитаин, антидепрессанты. Можно назначить немедикаментозные методы, это ЛФК, массажи, физиопроцедуры. Для того, чтобы снять спастику мышц, для того, чтобы оккупировать болевой синдром. Нарушение мочеиспускания оккупируется путем применения антихолинергических препаратов, антидиуретических гормонов. Спастичность мышц снимается миорелаксантами, в частности, медокам, баклофен, сердолур, вплоть до ботулотоксинов. Головокружение можно оккупировать препаратами антигистаминного ряда, бета-кистином, бендодиазепидом и тремор. Снимаются, оккупируются бета-блокаторами. И есть еще препараты так называемого метаболического ряда. Мы сюда относим наотропные, антиоксидантные, антиэкипоксанты. Но эффективность применения данных препаратов при рассеянном склерозе не доказана в контролируемых исследованиях. Поэтому в протоколах диагностики и лечения рассеянного склероза данные препараты отсутствуют. Редактор субтитров А.Семкин